всем привет здесь мы получимся как ставить мою скачанную сборку с флешки на жесткий диск компьютера здесь вот у меня отражена информация что я действительно нахожусь на флешке вот у меня такая оперативная память и центральный процессор здесь тоже самое можете посмотреть да я действительно нахожусь на флешке использована 109 мегабайт свободно 1 из 7 гигабайта то есть действительно нахожусь на флешке и так значит здесь значит как видите нет традиционного такого кругляшка компакт диска на который нажимаешь пошла установка здесь мы сделаем так в самом самом низу будет программка который просто нет цены вот она называется как систем бак система назад вот она вот так вот выглядит и поскольку вот эта готовая моя сборка она уже настроенная совсем 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 мы нажимаем вот на эту кнопку то есть скопировать просто ее на раздел жесткого диска со всеми моими настройками нажимаем на систем копии и здесь видны разделы моего жесткого диска значит но я посмотрю что у меня тут windows 7 занят раздела этот занят своп занят так этот разделчик занят вот этот вот разделчик и вот эти свободные ну хорошо я поставлю значит вот на этот разделчик там 20 гигабайт но нам собственно говоря только как поставить вот и все значит первое отмечаем точку монтировки затем значит добавляем все это дело сюда отмечаем скопировать данные там если они есть нажимаем на next и для протокола значит возьмем ну нажмем откроем файл файлик один и сюда значит запишем парочку таких цифр 20.52 и начнем установку то есть мы начали установку в 2052 вот заодно посмотрим сколько у нас займет время установка системы на выделенный раздел и как видите она несколько отличается от того как ставится обычный образ с помощью значка install здесь все делается через система систем баг и и просто значит вот в режиме значит system install установка системы работает она довольно таки резво ну в любом случае я пока что прервусь она завершила работу и сейчас времени 2055 то есть установка на моей полностью настроенной системы со всеми программами их тут довольно таки много заняло всего лишь там три минуты так на что теперь делаем теперь я перезагружусь и следующую запись сделаю уже с жесткого диска компьютера на которой установил вот эту вот систему итак мы находимся на жестком диске моего компьютера куда я поставил linux mint моей сборки это легко определить пожалуйста вот использована 5 почти 100 с половиной гигабайт и 13 гигабайт еще у нас свободно значит ну вот этот гаджет я держал просто скажем так ради целей таких чтобы вот всем было видно что действительно я вел запись сплешки у меня программка хорошая запись с экрана нормально работает вот сейчас надобность в этом гаджете у меня отпала и поэтому я значит его просто напросто могу отключить вот таким вот образом я беру его отключаю и оставляю себе вот этот гаджет ну вот я хочу его подвинуть направо сейчас подвину подвину значит иду в настройки и ставлю направо все нормально отмечаем все стоит у нас он справа вот вот такая вот прелестная настроенная операционная система у нас здесь практически вот посмотрим первое значит имеется значит видео редактор программа которая позволяет вот я ей сейчас пользуюсь записывать с экрана видео проигрыватель приложение к нему хорошему хороший броузер на трубе еще парочка проигрывателей графические программы интернет у нас здесь представлено очень сильно dropbox skype teamviewer два броузера chrome и firefox хорошо представлен офис практически все документы совместимы с форматом microsoft офис 2013 года имеется стандартные программы ну это говорится все на любой вкус и цвет то есть все самая необходимость стоит и в отличие от ubuntu gnome здесь у программы варите у нее почему-то больше функций вот допустим можно посмотреть там какие-нибудь обоинки выбрать эту обоинку взять ее и допустим оставить но все равно они также будут потом меняться местами вот какая мордашка симпатичная с печенюшкой вот таким вот образом вам остается единственное что когда вы скачаете мою сборку вот зайти сюда в пользователь детали учетной записи и здесь вот встать сюда и если хотите поменять имя пользователя поменяйте имя пользователя пароль вводится текущий пароль ну у нас текущий пароль я по умолчанию сделал везде юзер теперь значит вам придется пароль делать длинным вот смотрите раз два три четыре пять пишет короткий раз два три и только вот восемь не менее восьми различных там букв цифр символов тогда будет нормально то же самое значит вводите здесь вот и тогда она пишет что все окей но я это делать не буду поменяйте сами все по своему усмотрению это одна настройка и вторая настройка вот настройка даты и времени идете сюда делаете разблокирование ставите юзер свой пароль и теперь значит выбираете там ту часть света где вам нравится вот выбираете выбираете значит время необходимое для вас вы можете взять его так вот поменять его там сделать меньше больше там ну тут все понятно вот можно значит сделать чтобы показывала секунды вот здесь вот можно чтобы показывала даты но у нас очень хороший есть гаджет который показывает все это дело поэтому я этого делать не буду вот вот таким вот образом у нас имеется значит вы скачали мою сборку которая как говорится готова к работе и вам практически нет нужды вот переключение языков я сделаю как windows по alt shift переключается клавиатура вот всего лишь пару настройок сделать придумать себе новое имя пользователя или просто только пароль и выставить дату и время там город где вы там находитесь вот практически и все и можете смело значит пользоваться интернетом броузер один броузер второй пожалуйста работают значит можете по интернету там побродить беспроблемно беспроблемно как говорится видите все есть все там это самое работает дальше значит записывать с экрана пожалуйста программа удаленного контроля компьютером пожалуйста можете помогать кому-нибудь в другой стране или на другом континенте все равно лишь бы был интернет облачное хранилище скайп прекрасная программа для общения то есть все самые необходимые программы я сюда включил это прекрасный двухпанельный файловый менеджер очень удобный очень хороший и толковый файловый менеджер здесь вот у него еще находится вот такой вот красный значок это переключение его и работу с ним значит в режиме доступа корневым каталогам или файлам которые просто так вы не увидите имеется значит терминал стандартный лечь очень легкий к нему до доступ и значит все программы значит отсортированы по группам вводим пароль наш стандартный значит юзер пользователь и вот особенно так сказать для игроманов там кто любит там самые разные игры ну здесь полное раздолье потому что игр здесь вот тысяча девятьсот двадцать шесть пакетов вот сюда идете и тут что вы тут только это самое не найдете и настольные игры и шутеры и стратегии и пошаговые и эмуляторы и симуляторы и там того сего вступе как говорится ну все что угодно вот пожалуйста вот а так вот пожалуйста значит все по полочкам разложены по интернет аудио видео графика там офис инструменты утилиты шрифты там ну практически здесь вы найдете все самое необходимое вот вот таким вот образом так что сборка значит сделана для вас обои значит меняется здесь я сделал периодичность параметры вот сюда заходим я сделал одну минуту вы можете сделать и один час и один день и пять секунд как вам нравится кто хочет поупражняться в английском есть вот такая вот вещь показывать случайные мудрые цитаты на рабочем столе они будут на английском языке к сожалению но тем не менее значит для желающих попрактиковаться в английском языке при каждой смене обоев будет появляться и новые цитата или крылатые выражения значит вот таким вот образом всегда можно понравившиеся обои сохранить вот допустим мне нравится вот эта вот обоинка я иду сюда и нажимаю копировать в избранное и потом значит всегда значит можете тут поползать и посмотреть и в истории и посмотреть там и новые обоинки и ну масса чего тут причем на русском языке все поэтому значит рекомендую основательно познакомиться с программой смены обоев она чудесная к вам будут приходить отбои от участников этой программы со всех стран и континентов порой попадает очень красивые и как только она вам понравится вы сразу хоп и копировать в избранное ну а до избранного значит доберетесь я сейчас точно уже не помню даже где ой до божьей памяти глянем-ка сюда ручная загрузка по-моему здесь фетчет да вот в этой папочке значит у нас все эти дела значит и находятся тут значит синхронизация тут значит эффекты ну всегда сможете найти то что вам как говорится вот понравилось вот мы обоинку сохранили значит вот она здесь уже хранится у нас итак мы на жестком диске компьютера я предварительно рассказал вам о всех установленных программах и вот как говорится наиболее важное я решил посвятить отдельную как бы тему программка называется систем баг так заводим стандартный значит наш пароль пока вы еще не поменяли юзер как только вы поставили систему на жесткий диск компьютера я рекомендую всем создать первую точку восстановления или отката делается просто нажимаете create new и эта программа начинает создавать точку отката со всеми вот этими настройками когда имя пользователя поменяли и пароль и время все это поднастроили под себя и создаете точку отката она создается где-то минут 5-6 но она настолько важна что трудно переоценить ну сейчас время 21.31 может быть даже в 21.30 мы там начали ничего ну вот программа закончила запись время 21.37 то есть 7 минут у нас ушло на создание первой точки отката все остальные будут делаться там за 3-5 минут то есть на первую точку отката уходит больше времени видите кнопочка восстановления системы System Restore она сейчас обесцвечена я там допустим что-то делал что-то изменял и у меня система стала плохо работать я нажимаю вот сюда вот галочку и у меня System Restore восстановление системы кнопочка становится уже не обесцвеченной и если я на нее нажму то у меня система восстановится вот на данный момент когда все было создано все работало все крутилось нормально и так далее и таких точек отката вы можете создавать немерено некоторые потом можете там удалять там сортировать их и так далее все зависит от вас ну вот эта вот операция по созданию точки отката она очень важна дальше значит здесь в настройках я всегда выставляю вот галочку чтобы создавала образ автоматически не только системный свой но еще в виде файл файлика изо этот файлик потом можно скопировать на любой раздел жесткого диска и записать любой программы для записи значит изообразов флешек к себе значит на это самое на флешку вот таким вот образом значит здесь значит я выделил программы которые значит включил в список исключений то есть при восстановлении вот эти папки они не будут восстановлены вот но зато они как правило и занимают много места и так далее ну короче выбирать вам выберите сами что вам нужно вот и затем значит вторым этапом обязательно создайте в список живой образ системы который может быть записан на флешку засекаем время 21.39 итак запись продолжалось создание образа продолжалось 7 минут вот и теперь мы можем вставить практически любую флешку проверим вот у нас созданный образ вот у нас флешечка и можем записать все это дело сразу же на флешку записать на флешку 21.47 21.47 21.47 ну вот практически закончилось создание флешки это тоже отняло у нас буквально там 4 минутки и теперь даже если у вас полетел разум раздел жесткого диска на котором находится вот этот записанный Linux Mint вы всегда эту флешку можете вставить в этот же компьютер стартовать с нее можете вставить в любой другой но у вас будет полностью настроенная под вас операционная система и вы можете полностью пользоваться нормально значит что дальше значит в этом режиме вы можете полностью восстановить вашу систему на любой жесткий раздел на любой раздел вашего жесткого диска раз в этом режиме вы можете поставить свою систему любому другу дайте ему новое имя новую новую кличку там новый пароль и практически поставите свежую как говорится операционную систему вашим знакомым можете значит попробовать восстановить систему ну а систем апгрейд это вообще великая штучка многие пользователи windows xp помнят что 8 апреля 2014 года компания microsoft просто напросто прекратила поддержку для windows xp и миллионы пользователей windows xp были поставлены перед жестким выбором или покупать новую модель это windows семерочка там была или восьмерочка я уж не помню или переходить на другие системы я бы крайне рекомендовал таким пользователям просто-напросто перейти на систему linux здесь во-первых большие апгрейды делаются обновления где-то раз в полгода и в большинстве линуксов есть так называемая еще система rolling релиз система при помощи которой допустим не надо покупать новую windows 7 или windows 9 или 10 а просто-напросто при апгрейде систем апгрейд автоматически будет происходить обновление всей системы вместе со всеми ядрами зависимостями и так далее то есть если вы установили linux mint или ubuntu gnome и регулярно там производите обновление там раз в две недели и одно делаете большое до обновления там где-то раз там четыре месяца или раз в полгода то вы в самых изначальных версий там сказать ubuntu вполне спокойно можете допрыгать как говорится до самых последних вот вот об этом прелесть linux ну самая главная прелесть linux в том что он абсолютно бесплатен для всех людей на всем земном шаре сама операционная система бесплатная бесплатные программы абсолютно значит вирусоустойчив на сегодня известно только несколько десятков вирусов для windows системы написано десятки в какой там десятки сотни тысяч вирусов вот можете сравнить поэтому в принципе на linux системах даже не ставят антивирусные программы не имеет смысла linux системы они очень скажем вирусоустойчивые вот таким значит образом я вам рекомендую крайне очень внимательно посмотреть мои ролики очень много роликов с использованием программы system bug я сделал для ubuntu gnome но что ubuntu gnome что linux mint практически это скажем так система из одной ветки в них и в терминале команды пишутся одинаковые поэтому ролики обращающиеся к ubuntu gnome можете практически использовать и для linux mint вот великолепная система рекомендую значит всем и каждому очень отказоустойчивая красивая ну короче я отдаю свое как говорится пользовательское мнение вот в пользу двух вот этих хороших веточек ubuntu ubuntu gnome и ubuntu linux mint ради бога качаете мою готовую сборку ставите ее меняете только имя пользователя и пароль ставите дату там свою и начинаете пользоваться так что желаю вам всяческих удач